А что со мной будет после расследования? Давай не заглядывать в будущее, подождём немного. Если будешь предан мне, я отплачу тебе той же монетой. Хорошо. Будем считать, мы договорились. Всем привет, вы на канале Ювплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Гелти Парайт. На который вчера вышел третий эпизод, и который я, в принципе, вчера ещё и начал записывать, но выкладывается он уже только сегодня. Такие вот дела. Не забываем шлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Я не выспался. Зевота мешала отвечать на утреннее приветствие соседей по комнате. Перед завтраком Вагнер отвёл меня в сторону и сказал, чтобы после тренировки я зашёл к нему в кабинет. А потом кухню заполонили солдаты из соседнего барака. Они что-то готовили и громко переговаривались. Оливер сновал от стола к плите. И на все мои расспросы о происходящем устало отмахивался. А лагерь готовился к некому важному событию. После тренировки я стоял перед столом командира и ждал его указаний. Вагнер задумчиво смотрел в окно и обернулся только после моего покашливания. Блядь, а каким голосом я его озвучивал, я уже и не помню-то. Раз в год выходят эпизоды. Ну почти раз в год. Его ледяной взгляд меня насторожил. Я знаю, кто ты! Вагнер нахмурился, вытащил из ящика исписанный лист бумаги с моей фотографией. Бросил его на стол и прихлопнул ладонью. Я замер. А потом нетерпение заставило рвануть вперед и попытаться выхватить листок. Вагнер подвинул документ к себе и покачал головой. И... и кто? Я! В ладони вспотели. Я медленно вытерых обрючина. Ты солдат! Но имя твое, конечно же, не намо. Тебя зовут Вальтер Майер. Это еще не все. Или Вальтер. Я вот всегда не понимал, куда именно там ударение ставить. Вагнер прищурился. Он снова повернулся к окну и в полоборота посмотрел на меня. Ты дезертир. Дезертир. Дезертир? Я дезертир? Перед глазами все закружилось. Как? Вы об этом узнали? Из главного штаба. 6 июля Вальтер Майер покинул поле боя и не вернулся. Ты объявлен в розыск. Знаешь, что произойдет после того, как тебя найдут? Тело с сно сковал холод страха. Я ничего не мог ответить. А Валь Вагнер продолжал. Тебя грозит расстрел. Понимаю, ты напуган. Еще бы. В нашей армии нет живых дезертиров. Их прах смешан с землей. Он со смешкой покачал головой. Тебе стоило обдумать побег тщательнее. Риск был велик, верно? Я этого не помню. Сомневаюсь, что амнезия поможет избежать ответственности. Что вы будете со мной делать? Вагнер нахмурялся еще сильнее. Очевидно, мой вопрос ему не понравился. Я ждал ответа, словно приговора. Ты же понимаешь, Вальтер? У меня нет выбора. Я вздрогнул, когда Вагнер назвал меня этим именем. Он молчал. Он... Он молчал и рассматривал меня столикой пренебрежения. Что делать? Бежать? Просить пощады? Попробовать оправдаться? Или договориться? Итак, Вальтер, какие у нас планы? Кстати, можешь... Хочешь посмотреть на документ поближе? Вот, возьми. Это все равно копия. Оригинал остался в штабе. Моя дрожащая рука неуверенно потянулась к листку. Расстрелять! Майор Вальтер, 15 октября 1896 года. О, теперь мы хотя бы год знаем. Или мы и до этого знали? Я не помню уже. 30 июля 12-го года. Дата вступления в воинскую часть. Военское звание. Рядовое. Дезертир. Расфокусированный взгляд бегал по строчкам. Я видел только отдельную фразу. Вальтер Майер. Дезертир. Приговорен Верховным судом к расстрелу. Не может быть. Все может быть. С фактами не поспоришь. Я поднял голову и посмотрел на Вагнера. Кажется, у меня на глазах выступили слезы. Потому что все вокруг начало расплываться. Только ты виноват в произошедшем. Поздно раскаиваться. Ты должен знать, что за поступки всегда приходится отвечать. Я снова опустил голову. Бессмысленно ждать от Вагнера помощи. Он командир и следует закону. Мне не сбежать. Как выяснилось, не сбежать еще раз. Но почему враги меня тоже ищут? Знает ли об этом Вагнер? Я из-под лобья взглянул на него. Если я дезертир, почему вы позволили мне покинуть лагерь во время разведки? Это была проверка. Я хотел удостовериться в твоей искренности. Если бы ты сбежал, тебя бы тут же пристрелили, но ты остался. Это значит, у тебя и впрямь амнезия. Оливер доложил, что ты не пытался скрываться. И вообще не делал ничего подозрительного. Получается, ты не врал. Что вы будете со мной делать? Ты так и не понял? Вагнер с громким выдохом опустился в кресло. Знаешь, мне бы не хотелось, чтобы тебя расстреляли. Как это понимать? Ну, так просто и не объявляю. Ясней. С одной стороны, твой поступок меня глубоко возмутил. Между прочим, ты добровольно выступил в ряды нашей армии. И что в итоге? В итоге, ты сбегаешь во время боя, поджав хвост. Такие солдаты, как ты, не ведут армию к победе. Понимаешь? Твой поступок дурной пример. И расстрел мог бы стать уроком для остальных бойцов. Но с другой стороны, ты мне нужен. Живым-то окажешь большую помощь. Окажешь большую помощь. Правому делу. Согласен? Тебе же хочется искупить вину. Я интенсивно закивал. Если Вагнер поможет, я соглашусь на всё, что угодно. Ты же никому не рассказал о расследовании. Вагнер склонял голову, а потом слегка улыбнулся. Вот, держи. Он протянул платок. Солдатам не к лицу слёзы. Я покачал головой. Он мне не нужен. Я не собираюсь плакать. Вагнер спрятал платок в карман. Отныне правила меняются. Я не буду докладывать на тебя в штаб. А ты продолжишь расследование. Договорились? У меня на тебя большие планы. Но подождите. Меня здесь все видели. Вдруг кто-то проговорится. Это вряд ли. Почти никто не знает дезертеров в лицо. Да и сверху не любят об этом распространяться. Чтобы не подорвать авторитет и престиж армии. Дезертирство не предается огласке. Только в редких случаях. Устраивают показательный расстрел. Остальных глупцов устраняют тихо. В любом случае, твое настоящее имя никто не знает. И мы тоже забудем о нем на какое-то время. Оставайся пока нам. Сколько это будет продолжаться? Все зависит от тебя. Чем быстрее ты расследуешь преступление, тем меньшему риску подвергнешься. Я останусь здесь? В казарме? Разумеется. А что со мной будет после расследования? Давай не заглядывать в будущее. Подождем немного. Если будешь предан мне, я отплачу тебе той же монетой. Я поджал губы. Хорошо. Будем считать. Мы договорились. Вагнер. Вагнер соединил кончики пальцев. Хорошо. Но что мне еще оставалось сделать? Неожиданное прошлое заставило пересмотреть планы. Козыри оказались в руках Вагнера. Я не знал, как его обыграть. Надеюсь, Нама. Ты понимаешь, какую услугу я тебе оказываю? Понимаю. Я не подведу вас. С тобой приятно иметь дело. Я угрюмо кивнул. Ладно. Есть другая новость. Скоро сюда приедет генерал. Он не должен тебе верить. Сам понимаешь причину. Так вот, почему утром была столько суета. Мне нужно спрятаться. Обо мне никто случайно не расскажет. Он общается только со мной и с членами моего отряда. Больше ни с кем. Посиди тут, в кабинете. Обычно мы разговариваем в другом месте. И генерал никогда сюда не заходит. Я приказал Оливеру, чтобы он передал остальным помалкивать и тебе. Я не разделял спокойствие Вагнера. Всё-таки авторитета Оливера было недостаточно, чтобы заставить его подчинённых держать рты закрытыми. До кабинета Вагнера долетали приглушённые голоса. Пожалуй, мне пора. Раздался стук в дверь. Сиди тихо и ничего не трогай. Можешь пока книжку почитать. Как всё закончится, я тебя выпущу. Вагнер пригладил усы, схватил со стола папку с бумагами и направился к выходу. За дверью стоял Оливер. Я зачем-то помахал ему, а он в ответ широко улыбнулся. Мне хотелось взглянуть на генерала. Но я боялся даже подойти к окну. Вдруг он или кто-то из его приближённых меня заметит. Дверь закрылась и щёлкнул замок. И я остался в кабинете один. ЭПИЗОД ТРЕТИЙ Эпизодов даже названий нет. Ну ладно. До меня долетали громкий смех Руф, перепуганный голос Ганса, равнодушные реплики Хельги. И мягкое хихиканье Дорис. Иногда в этом шуме прорезался саркастичный голос Якова. И совсем редко я слышал Элиаса и Вольфганга. Минут десять я сидел неподвижно. Потом страх немного отпустил, и я решил осмотреться. Попробую поискать спрятанные секреты Вагнера. Он же сказал ничего не трогать, ну да. Ну да, ну да, пошёл он нахер, я понял. Блять. Вау, сколько у меня тут всего. Заперто. Вагнер тщательно охраняет свои секреты. Какие-то документы. Про меня нет ни слова. А номер телефона. Восемь шесть семь три. С клавиатурой уводить. Восемь шесть семь три. Да ладно, про канал? Похоже, такого номера не существует. Три-два-один-три. Блин, ну наверное тоже не существует. Три-два-один-три. Ну на всякий случай, чё нет-то? Не существует. Ладно, я понял. Материки, океаны. Они кажутся знакомыми, но почему-то сейчас у меня есть странное ощущение. Будто глобус стоит тут в качестве украшения. Может я забыл нечто важное? Или амнезия делает меня таким мнительным? Книги о военном деле. Пустые бланки. Нечего интересного. Похоже на отчёт Оливера. Хм. В них нет ничего особенного. Только то, что их до хера. Ага, там вся стопка отчёт Оливера. Я понял. Красиво. Меня на некоторое время зачаровала игра света. Я дотронулся до мазков краски. И вдруг картина с шумом свалилась на полку. Бля! Я хотел повесить её обратно. На взгляд зацепился за узкую полоску света. Пробивавшуюся сквозь щель в стене. Что это? Я потрогал отверстие пальцем. А потом подумав, примкнул к нему глазом. Комната? Ещё одну? Ну чьей, как в неё попасть? Из коридора невозможно. Разве что. Дверь спрятана. В коридоре послышались шаги. Я в испуге отпрянул, кое-как повесив картину на прежнее место. И устроился в кресле, на котором сидел до этого. Не думаю, что стоит сюда идти. Всё-таки всталово удобнее разговаривать. Не переживай, Олдрик. Мне нужно посмотреть старое отчёт Оливера. Дело пустяковое. Шаги приближались. Зазвенели ключи. Послышался незнакомый смех. Я замер и насторожился. Жаль, что я не спрятал от тебя отчёт Оливера о нападении. Надо было спрятать. Ха-ха-ха-ха. Надо было спрятать. Почему Вагнер так странно произнёс эту фразу? Может, это знак, что мне нужно спрятаться? Да неужели? Твоих отчётов недостаточно. Ты ведь не знаешь всего, что творится у них внутри. Оливер куда лучше справляется со своей обязанностью. Слово отчёта одного весьма субъективно. Это, разумеется, поправимо. К чему-то, а? Послышался приглашённый звук удара металла от дерева. Наверное, это упали ключи. Нужно спрятаться срочно. Но где же? Хм, шкаф. Подойдёт. Я кое-как влез туда. У Рашка Вагнера упала на голову. Дверь кабинета распахнулась. Голоса зазвучали громче. Я крепко сжал зубы. Как поживает мой отряд? Есть успехи? Шаги направлялись к центру комнаты. Зашелестела бумага. Всё по-старому. У меня к тебе несколько вопросов, Волдрик. Слышал, что недавно мои ребята принимали участие в разведке. Это как? Это так? Кто тебе сказал? Неважно, отвечай на вопрос. Молчание затянулось. Я занервничал. Да, я отправлял их на разведку. Снова шаги. Дыхание стало прерывистым. А кто дал тебе разрешение? Может, ты считаешь, что вален поступать как заблагор... Заблагорассудится? Генерал не кричал, но его сдавленный голос дрожал от злости. Вагнер что-то забубнил. Мне удалось расслышать только отдельные слова. Они сидят здесь. Много вопросов. Нужно научить. Меня не заботят сплетни. Я дал распоряжение. Поэтому будь добр, выполняй свою работу как полагается и... Кажется, я говорил, что каждый из них крайне важный экземпляр. Ты прав, но послушай, они же солдаты. Разведка для них маленькая тренировка. Правда? Кажется, ты забываешь, кто из нас главный. И забываешь, какими полномочиями я тебя наградил. Раньше твое поведение восхищало меня. А теперь, получается, власть выбила из тебя дисциплину? Ты хоть понимаешь риски? Какого черта ты прислал в мой штаб ров? Нарушил мои планы? Карла! Ему пришлось бросить основную работу, чтобы заняться. Как будто ты ни черта не понимаешь. В их головах важная информация. Любое повреждение может ее уничтожить. А если бы они стали как Вольфганг? Не бойся, я слежу за ними. Никто не пострадает, обещаю. Кто-то заходил по комнате. Они ничего не говорили? Нет. А может, да. Я не знаю, каких слов ждать. Передавай мне любую информацию. Я сам со всем разберусь. Генерал шумно выдохнул. Не думай, что я прощу тебе еще один случай самоуправства. Я понял, обещаю. Такого больше не повторится. Мой кредит доверия не бесконечен. Я это учту. Снова зашелестела бумага. Пойдем, десерт уже подали. Ты должен его попробовать. Это верно. Слушай, предоставь мне свой кабинет для разговора с ними. Не думаю, что это хорошая идея. Мне нужно написать несколько отчетов и переговорить со штабом. Лучше побеседуй с ними в спальне. Там знакомая обстановка. Она будет действовать умиротворяюще. Пожалуй, ты прав. Вот и отчеты Оливера. Я их забираю. Наконец, дверь кабинета закрылась и в замышленной скважине провернулся ключ. А вот что было дальше, мы узнаем уже в следующий раз. Сегодня на этом все. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!